Иоанн Креститель, известный также как Предтеча, знаковая фигура как в религии, так и в народной культуре. Согласно писанию, именно он крестил Христа. Рождество Иоанна Предтечи – важное событие в картине мира православного человека. Этому сюжету посвящено немало икон, и одна из них, древняя и тем еще более впечатляющая, представлена в постоянной экспозиции художественного музея. Это удивительная икона, действительно, посмотрите, какой тонкий колорит. Плавные линии и утонченность пропорции фигуры позволяют нам отнести авторство к московской иконописной школе. Изображенная на иконе XVI века секира напоминает об одной из проповедей Предтечи. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Чаша с головой Иоанна Крестителя – это предзнаменование его земного пути. Известно, что святой был казнен, ему отрубили голову. Именно этот сюжет встречается в иконописи гораздо чаще. Его мы видим, например, на иконе, датированной XVII веком. Библейские сюжеты стали популярны и в живописи, прежде всего в итальянской традиции. Находимся мы у картины, написанной Винченцем Котеном. Это современник великого Рафаэля. XVI век. Святое семейство. Это традиционная сюжетная линия, когда святое семейство представляет Иисуса Христа, его мать Марию и ее мужа Иосифа. Но здесь, вы видите, еще присутствует изображение младенца Иоанна Крестителя. А трактовка сюжета такова. Пока после бегства в Египет святое семейство Иисус Мария и Христос отдыхают на берегах Нила, по преданию Иоанна перенесли из пустыни туда ангелом. В руке младенца тростниковый крест, символизирующий дальнейшую миссию. Вплетаясь в культуру, искусство, становясь частью менталитета, сюжеты религии остаются неотъемлемым звеном жизни человека. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».